Добрый день! Это новости на телеканале Хабар. В студии работает Надежда Полинка. Казахстанцы продолжают приходить на избирательные участки. В ЦИК огласили свежие данные по явке на внеочередные выборы депутатов и мажористов в Маслехаты. По состоянию на 12 часов 10 минут проголосовало 30,65% от общего количества граждан, включенных в списки. В разрезе регионов лидирует Туркестанская область, где явка превысила 38%. Самая низкая явка к этому часу зафиксирована в Алматы – более 11%. Всего проголосовало более 3,5 миллионов избирателей. Дальнейшая официальная информация будет представлена Центр-избиркомом в 14.10 по столичному времени. Одним из первых сегодня принял участие в выборах депутатов Мажориста и Маслехатов глава государства Касымжом Артукаев. Президент прибыл на участок, расположенный во дворце школьников имени Альфараби в Астане, сразу после открытия. Глава государства получил бюллетени и по пути к месту голосования пообщался с жителем столицы, который также пришел отдать свой голос. Затем президент бросил бюллетени в урну. Председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев проголосовал на выборах депутатов Мажориста и Маслехатов. Он отдал свой голос на избирательном участке номер 111 и призвал всех граждан реализовать свое конституционное право. Выборы это возможность влиять на формирование власти, отметил председатель Сената. Он подчеркнул, что в этом году выборы в Мажорист и Маслехаты проходят в соответствии с новыми реалиями и задачами. Казахстанцы получили возможность проголосовать за кандидатов депутата Мажориста по одномандатным округам. Кроме того, благодаря снижению порога регистрации партии в этих выборах принимают участие новые политобъединения. В результате системных преобразований в последние годы кардинальной трансформации подверглась вся политическая конструкция страны и парадигма общественно-политических отношений, заключил председатель. Эти выборы являются важным этапом в рамках политических реформ, инициированных главой нашего государства. Рекордное количество кандидатов баллотируется по одномандатным округам. Все это показывает, что реформы, которые сегодня проводятся в нашей стране, они актуальны, востребованы и отвечают за опросы наших граждан. Призываю всех граждан нашей страны, всех избирателей, прийти на избирательные участки. Очень важно, чтобы наши граждане активно участвовали в выборах и тем самым способствовали формированию демократической политической системы в Казахстане. На выборах депутатов Мужелеса парламента и Маслехата всех уровней проголосовал и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Свой голос он отдал на избирательном участке номер 111 в Астане, расположенном в здании Национальной библиотеки. Напомним, что в соответствии с 70-й статьей Конституции перед вновь избранной палатой кабинет министров обязан сложить свои полномочия. До тех пор, пока не будет сформирован новый состав, прежнее правительство будет исполнять свои обязанности. Кто будет новым премьер-министром, решат президент и Мужелес. Ярлан Карин проголосовал на выборах депутатов Мужелеса и Маслехатов на избирательном участке номер 111 в Астане. Государственный советник прибыл в Национальную библиотеку почти сразу после открытия и отдал свой голос в числе первых. По его словам, в результате выборов расширится общественно-политическое поле, в парламенте появятся новые лица, и это будет способствовать повышению качества принимаемых решений. Избиратели, простые граждане получают возможность принимать участие в процессе принятия решений, влиятельно принимаемых решений. И нынешние выборы, они тем более имеют очень важное такое значение, поскольку они проходят по новым нормам, по новым правилам. И не просто у нас избирается парламент по новым правилам, по новым нормам, у нас избирается парламент с новыми другими полномочиями. Предпосылки этих выборов, вы знаете, они были заложены в прошлогоднем мартовском послании президента и его программе реформ. И в свою очередь эти выборы, я думаю, должны создать условия для дальнейшей реализации намеченных реформ. Многие избиратели в Шымкенте голосуют впервые. Таких, согласно данным территориальной избирательной комиссии, в мегаполисе 2889 человек. И в городе отмечается высокая явка молодежи. 18-летние юноши и девушки, впервые голосующие на избирательных участках, стали главными героями. Наш корреспондент в Шымкенте, Катерина Попкова, с утра наблюдает за ходом голосования. Катя, а какая сейчас обстановка на месте? Здравствуйте, Надежда. Наша съемочная группа сейчас находится на избирательном участке номер 101. Мне кажется, его смело можно назвать молодежным. Он расположен в здании вуза. И сегодня сюда приходят много совершеннолетних юношей и девушек, которые голосуют впервые. И таких избирателей видно сразу. Ведь они спешат зафиксировать все на телефон и обязательно выложить в социальные сети фото, селфи возле урны для голосования. Кто-то даже снимает веселые ролики, как они идут на выборы. Молодежь приходит, берет бюллетень, а затем делает свой выбор. Но стоит отметить, что сам процесс голосования проходит конфиденциально. В этом году правом впервые прийти на избирательный участок могут воспользоваться 2889 жителей мегаполиса. Среди них Нурсултан Хайбула. В январе ему исполнилось 18 лет. Парень признается, что заранее изучил биографии всех кандидатов, чтобы сделать осознанный выбор. Говорит, что сейчас для молодежи актуальные вопросы – это сфера образования, трудоустройства и квартирный вопрос. А вот люди преклонного возраста на выборы идут как на праздник, с хорошим настроением. Бабушки сделали прически, а мужчины надели свои лучшие костюмы. Кстати, возраст многих, кого мы здесь на избирательном участке встретили, давно перевалил за 80, а то и больше лет. Но своим примером они решили показать, как важно для них будущее страны. Я сегодня пришел в университет, чтобы проголосовать, выполнить свой гражданский долг. От нашего голоса сегодня зависит, какое будет завтра в стране. Голосую впервые. Очень волнительно, если честно. В 1995 году в этом зале же я был в штабе. Я помню, как люди шли неохотно, как мы ходили по домам, уговаривали. А сейчас каждый понимает, что от наших выборов зависит многое. Я считаю, что это придумал. И несмотря на разницу в возрасте, основные приоритеты у молодежи и людей преклонного возраста одинаковые. Это мир и спокойствие. Сегодня в Шумкенте на участках будут ждать 639 663 избирателя. Кстати, это намного больше, чем в предыдущей электоральной кампании. На этом у меня пока вся информация. Надежда. Катя, спасибо за эту информацию. Ну а мы продолжаем выпуск. Итак, в Казахстане сегодня выбирают депутатов Можилиса и Маслихатов. Напомню, право голоса есть почти у 12 миллионов соотечественников. Всего по стране работают более 10 тысяч участков для голосования, в том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах. Отмечу, эти выборы проходят в новом формате. Отличаются они не только ростом политической активности граждан, но и рядом политреформ. Изменилась процедура избрания, она стала более конкурентной. Впервые мажоресменов выбирают по смешанной системе. Из 98 депутатов 70%, то есть 69 человек, пройдут по партийным спискам. Представители регионов и городов республиканского значения получат 29 мандатов в мажорес. По смешанной избирательной системе пройдут выборы в Маслихаты областей, а также Астане, Алматы и Шимкента. А вот места в городских районных Маслихатов получат кандидаты, набравшие большинство голосов. Там партийных списков нет. И еще одно новшество. В казахстанские бюллетени вернулась графа «Против всех». Выборы проходят в соответствии с законодательством. Без нарушений отмечают наблюдатели. Судя по утренней активности избирателей, преимущественно молодежи, явка составит 70%. Предполагают представители межпарламентской ассамблеи. Отметим, что на выборы аккредитовано 12 международных организаций и более 700 наблюдателей из 41 страны. От межпарламентской ассамблеи на участках работают больше 60 наблюдателей. В их присутствии опечатаны урны, подготовили бюллетени. Отметим, казахстанцы получают на руки по 5 бюллетеней. Длина одного полметра в некоторых бюллетенях в списках до 40 кандидатов. На опыт Казахстана будут опираться другие страны СНГ, считает генсек Совета межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий. С первыми на участках как раз появились не традиционно, как мы обычно наблюдаем, взрослые люди или пожилые люди, а наоборот появилась молодежь. Что вообще удивляет, потому что казахстанская молодежь, она вообще очень активная, очень позитивная. И я так думаю, что очень болеющая душой из-за тех перемен, которые в государстве последние годы происходят. Председатель партии Аманат принял участие в голосовании на выборах депутатов межриса парламента и мыслихата всех уровней. Ерлан Кошанов отдал свой голос на избирательном участке номер 110, который расположен в здании национальной компании «Казахстан-Тиморжолы» в столице. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что только через демократичные и честные выборы и открытый доступ на политическую арену для молодежи формируется зрелое общество. Выборы организованы на должном уровне. Несмотря на ранний час, наблюдаем высокую активность избирателей. В ходе агитационной кампании мы объездили все регионы страны и убедились в том, что у граждан возрос интерес к политической жизни. Я уверен в том, что выборы пройдут справедливо. Сегодня важно, чтобы каждый сделал свой выбор, проголосовал за будущее страны. Председатель партии АУЛ проголосовал на выборах депутатов Мажелеса и Маслехата всех уровней. Свой голос Алий Бектаев отдал на участке номер 113. Глава политического объединения прибыл на избирательный пункт вместе с супругой. Напомню, на выборах депутатов Мажелеса в партийный список партии АУЛ включены 25 кандидатов, а по одномандатным округам 7. Кроме того, в выборах депутатов Маслехата всех уровней примут участие больше 500 представителей партии. Нашу страну ждут большие изменения. Я пришел с семьей на избирательный участок с верой, что жизнь казахстанцев станет только лучше. Я думаю, что кандидаты и партии использовали свои возможности по максимуму во время агитационной кампании. Мы также исполнили свой план. Теперь вместе со всей страной ждем результатов. Председатель партии АХЖОЛ Азад Перуашев проголосовал на выборах депутатов Мажелеса Маслехата. Он отдал свой голос на избирательном участке номер 122. В беседе с журналистами Азад Перуашев отметил, что выборы – важное политическое событие в жизни страны. По его словам, минувшая предвыборная кампания прошла весьма насыщенно. Казахстанцы были активны. На встречах они поднимали широкий спектр вопросов. Фактически мы сегодня завершаем формирование институтов власти по новой системе, которая была утверждена в рамках референдов по Конституции. И фактически мы вступаем уже в новый этап с полностью перестроен, полностью обновленным составом парламента Маслехатов. Правительство сегодня уже подало в отставку. Теперь все необходимые инструменты, все необходимые институты для дальнейших преобразований, для дальнейших изменений, они, что называется, на старте. Свой гражданский долг выполнил и председатель общенациональной и социал-демократической партии. В 9 утра Асхат Рахимжанов проголосовал на одном из столичных избирательных участков. Всего на участке номер 158 зарегистрировано чуть больше 2000 избирателей. Около 30% из них проголосовали уже в первую половину дня. Отмечу, в выборах от партии участвуют 19 кандидатов в Мажелес, 21 человек в Маслехаты и 6 претендентов по одномандатным территориальным округам. Считаю, что наша агитационная кампания прошла очень хорошо, я доволен этим. Мы реализовали все, что запланировали, даже сверх нормы. Проведена была кампания во всех регионах нашей страны, были открыты штабы во всех областях. Благодаря технологии ГИДПОЕЗ мы посетили даже самые отдаленные районы областей. Итак, сегодня казахстанцы выбирают депутатов Мажелеса и Маслехатов. А я напомню, что для участия в выборах в Мажелес в партийный список от партии Аманат включены 90 кандидатов от АУЛа 25, Республики 23, НПК 52, Байтак 18, Ахжол 54 и от ОСДП 19. Таким образом, в 7 списков политических партий, претендующих на 69 мандатов депутатов Мажелеса парламента, включен 281 кандидат. Необходимая 30-процентная квота представленных женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями соблюдается в каждой политической партии. Около полумиллиона человек сегодня могут воспользоваться своим избирательным правом на востоке Казахстана. Почти половина из них проживают в областном центре, в Усть-Каменогорске. К этому часу здесь уже успели проголосовать более 34% избирателей. Люди идут на участки целыми коллективами, передает наш собственный корреспондент в регионе Анель Есенбердина. Она сейчас с нами на прямой связи. Анель, как проходят выборы и чем они запомнятся горожанам? Добрый день, столица! В Усть-Каменогорске сегодня работает 122 избирательных участка. И на каждом из них своих избирателей стараются чем-нибудь удивить. К примеру, самых первых проголосовавших с утра пораньше и всем тем, кто впервые участвует в процессе выборов, кому недавно исполнилось 18, всем дарят подарки. А на некоторых участках людей угощают баурсаками, различные угощения предоставлены. Стараются отметить особенных гостей, многодетные семьи, аксакалов. А на участке номер 6, 26 школе голосовать пришел почти весь трудовой коллектив областного филляра Национального центра качества дорожных активов. Они специально нарядились на национальные костюмы, потому что выборы проходят накануне Наурыза. Ариэлом Наркасима, лаборант в дорожной лаборатории, делится, что старается вносить свой вклад в улучшение инфраструктуры региона. А вот выборы – это возможность влиять на жизнь всего государства. Рассказал он нам в своем интервью. Давайте мы его послушаем. Весь наш коллектив пришел на выборы избрать депутатов. Мы всегда друг друга поддерживаем. Сегодня находимся на этом участке ради меня. Дальше мы поедем на другие избирательные участки. Это так мы поддерживаем друг друга. Также это возможность влиять на будущее нашей страны, так как мы выбираем депутатов, которые будут в дальнейшем решать наши проблемы. Так, усть-каменогорцы стараются вносить свой вклад в жизнь региона, выразить свою гражданскую позицию. Есть даже участки, на которых голосование практически завершилось. Явка неплохая, работа идет активно. Надежда? Анель, а какие это участки, наверное, в сельской местности? Надежда, в целом по региону у нас активно идет голосование не только в селах, но и в городах. Люди стараются не пропускать эти выборы. У каждого из них есть возможность прийти на свои избирательные участки. На те, именно где завершилось голосование участки, это 10 закрытых участков на местах временного пребывания людей. Это в стационарах, военных гарнизонах. Всего же по Восточному Казахстану действует 533 избирательных участка, 242 из которых расположены в Искаменогорске. Мы же следим за ходом выборов, не стараемся рассказать о самых интересных моментах и будем на связи. Студия? Анель, спасибо большое за интересный прямой эфир, ну а мы продолжаем выпуск. Уровень демократии в Казахстане повышается из года в год, считают международные наблюдатели от СВМДА. Казахстанцы с детства прививают культуру выборного процесса, приходят на избирательные участки целыми семьями. Это, по мнению заместителя генерального секретаря организации ЧИФАН, которая присутствует в нашей стране в качестве международного наблюдателя за выборами депутатов очень важно. Сегодня с утра уже побывали с наблюдателями секретаря СМДА в некоторых избирательных участниках. Хотя бы сегодня у нас в Астане не очень хорошая погода и сегодня воскресенье, но я даже удивилась, потому что наблюдала уже немало казахстанцев уже голосовали, некоторые даже семьей голосовали уже. Это значит, что интерес высокий и желание тоже высокое. Я хочу отметить, что наблюдала, что уровень демократии в Казахстане повышается из года в год. Творческая интеллигенция голосует рано. В числе первых на участке Айман Мусахаджаева она призналась, что не пропускает ни одни выборы. Но на этот раз в кабинке для голосования пришлось провести дольше обычного – около трех минут. Выбор для нее был непростой. Семь партий, как семь нот. Звучат все по-разному. После голосования народная артистка Казахстана пообщалась с иностранными наблюдателями. Она попыталась донести до них важность сегодняшнего дня для страны. Интересные программы, разнообразные программы. Хочется действительно выбрать достойного человека, который будет душой болеть за наш народ, за наше государство. И, конечно, продвигать инициативы, какие-то реформы. Поэтому для нас это очень важно. Это пока вся информация к данному часу. Мы внимательно следим за событиями. Следующий выпуск новостей на телеканале Хабар 17.00. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова